Всем большой привет! Меня зовут Маша, рада видеть вас на своем канале и сегодня я хочу рассказать вам о своих итогах за январь. Что касается финиша, то он у меня был всего один и это вот такая вот лисичка по схеме от Барбары Анны. Вышивала я эту работу суммарно 9 дней и вот такая красавица получилась. Это бесплатная схема, поэтому если вам интересно и хотелось бы тоже скачать ее и вышить, то ссылку обязательно я оставлю внизу в описании. Переходите, скачивайте и вышивайте, потому что это одно удовольствие и результат, конечно, получается великолепный. Вышивала я на Белфасте в цвете хаки основы, это, по-моему, номер 326, если я ничего не путаю. И, в принципе, я вышивала все по ключу, но за исключением фонарика. Фонарик я вышивала Креником номер 202HL и вот такая вот красота получилась. Фонарик как будто бы светится действительно, он так переливается красиво на этой основе. И я очень рада, что взяла вот именно такой немного в бронзу уходящий оттенок, то есть он более теплый и такой насыщенный золотой, чем просто обыкновенное желтое золото. И на вот этой основе оно смотрится очень гармонично, как мне кажется, и фонарик действительно получился таким вот светящимся. Так что вот такой вот у меня был финиш. И в будущем я обязательно еще буду вышивать какие-нибудь дизайны от Барбары Анны, потому что мне очень нравятся ее разработки. В 2019 году я тоже вышивала один из ее дизайнов, и мне он очень тоже понравился. Я мечтаю его поскорее оформить, повесить у себя. Ну вот да, буду в будущем обязательно еще вышивать ее разработки. Теперь давайте покажу вам продвижение по другим работам, которые я также вышивала в январе. И я очень надеюсь, что некоторые из них, они будут завершены уже тоже в феврале, и я вам покажу их готовыми. И начну я, наверное, вот с этих прекрасных синичек. Вы только посмотрите, какие они яркие получаются. Это набор от Мелешка, и я давно мечтала его вышить. Начинала еще в прошлом году, тоже в январе. То есть уже, по сути, ровно год прошел с тех пор, как я села вышивать эту работу. Но в 2020 году как-то, я не знаю, я не могла никак вот сесть ее и продвигать. Потому что находились какие-то другие работы, хотела что-то начать новое. Но тут я себе сказала, все, садись и вышивай, заканчивай, потому что это очень красивая разработка. Ее нужно уже срочно заканчивать и оформлять. Поэтому вот я наконец-то села. На начало месяца я вам сейчас ставлю фотографию, как этот сюжет выглядел. То есть там было вышито минимальное количество клестиков. Вот буквально одна птичка у меня была готова, даже без бэкстича. Но вот сейчас, вы видите, за месяц я достаточно неплохо продвинулась уже. И вторая синичка тут у меня появилась. Вот ягодки вот эти вот. Наверное, сложность для меня заключается в том, что здесь очень большая мешанина цветов. Здесь очень много оттенков используется в тех же, например, ягодках. Здесь бывает до 7 цветов доходит, ниточек, да, которые нужно использовать, и бленды. И из-за этой частой смены нитки у меня, наверное, и тормозится так работать. То есть я не могу ее как-то очень быстро вышить. Но, надеюсь, в феврале я тоже хорошо продвинусь. Я не рассчитываю, что я закончу эту работу, но я хотела бы хотя бы вот еще одну птичку вышить. В принципе, посмотрим. Может быть, и завершить получится, потому что я посмотрела, там меньше тех же ягодок, меньше листиков. Осталось чисто вот две синички. Может быть, и завершу. Но я не на 100% уверена, поэтому я не заявляю ее как мой финиш февраля. Но посмотрим, посмотрим, что у меня получится. Следующая работа, которую я вам хочу показать, это аромат сирени от чудесной иглы. Вот здесь вот сейчас видите фотографию, как он должен выглядеть, что должно получиться. И также я сейчас вставлю фотографию, как выглядел этот процесс в начале января. То есть, с чего я все начинала, какие у меня были продвижения. Вот сейчас вы видите перед собой именно те крестики, которые я сделала самыми первыми. И все то, что, в принципе, у меня было вышито на начало месяца. А вот, что у меня получается. На данный момент, как видите, много уже вышито. То есть, то, что я вам показывала в видео в январе, в начале, по планам, было вышито вот здесь. Вот этот маленький кусочек был готов. А сейчас это уже 50, по-моему, 5% всей работы. То есть, я больше половины уже завершила. Я буду вышивать ее очень активно в феврале. И планирую закончить уже в феврале, потому что, ну, уже экватор пройден. Осталось меньше вышивать. И я рассчитываю, да, что это будет мой финиш февраля. Такой большой, грандиозный. Буду очень сильно стараться. Работа очень яркая и, в принципе, несложная. То есть, здесь вышивается все только крестиком. Нету ни каплики бэкстича, только встречаются бленды. Ну, вот и чистые цвета, и все, просто крестиком. Ну, еще чуть-чуть полукрестика есть, но тоже немного. Очень реалистичный сюжет. Хотя, кажется, крестик, да, но видны все цветочки. Как вот эта вот занавеска не спадает на стол. Что она такая полупрозрачная, это очень красивая работа. Так что, вот такой вот у меня, по идее, должен быть финиш. И я стараться буду вышивать ее сейчас каждый день, помного, чтобы поскорее завершить. Так что, надеюсь, у меня все получится. Я в конце месяца покажу вам эту работу уже полностью готовой. Следующий сюжет видели, наверное, только те, кто подписан на меня в Инстаграм. Потому что только вот в конце недели прошлой, в субботу, да, в субботу это было, я записалась в СП и начала вышивать этот сюжет. Поэтому там, только в Инстаграме я успела это все показать. Даже во влоге еще не было за две недели, который. И да, я приглашаю вас в свой Инстаграм, если вам интересно быть в курсе того, что я вышиваю. Ссылка всегда есть внизу в описании. Но я сейчас также на экране напишу, как мой ник пишется. Подписывайтесь, буду очень рада вас там видеть. Мы там тоже все очень активно общаемся. Я там показываю все актуальные новости, что я делаю. Поэтому буду рада вас там тоже видеть. Ну вот, в общем, да, там сюжет появился новый, который я начала вышивать. И это СП от New Leaf Craft. Это такой снежно-вязально-овечковый СП. Юлия сейчас проводит у себя в профиле. Точнее, уже запись закрыта на СП. Можно было бы в течение только дня записаться. И вот я успела записаться, слава богу, потому что ну как я могла пропустить овечек. Посмотрите, какая прелесть получается. Я уже вышила две части от этого сюжета. То есть всего, получается, у нас идет четыре части. То есть сюжет поделенный четыре части. Вот мы вышиваем постепенно. И две я уже вышила. То есть это вот такая овечка и кардинал, который сидит на корзинке с пряжей для вязания. Если вы обратите внимание, то корзинка немного необычно выглядит. Здесь такой, видите, используется стежок интересный, который вот имитирует плетеную корзину. В общем, мне очень нравится то, что получается. Сюжет просто потрясающий. И оторваться невозможно, конечно, от работы. Я уже получила третью часть. Ну, потому что у меня вторая готова. Я уже успела выложить фотографию. Буду сегодня, думаю, третью часть вышивать уже, чтобы поскорее этот сюжет закончить. И, в принципе, я снимаю отдельное видео по этому сюжету, по этой работе. Я думаю, оно выйдет в конце недели. Так что тоже, если вам интересно, то подписывайтесь на меня и на YouTube. И вот скоро я вам покажу полностью эту работу, как она получается, вообще, как это идет продвижение. Тоже, надеюсь, вам будет интересно. Но мне так нравится этот сюжет. Он такой прелестный, эти две овечки. Осталось только научиться вязать, потому что хотелось бы, да, это уметь. Я тут, кстати, недавно попыталась снова научиться вязать крючком. Взяла крючок, попыталась сделать, как это называется, стежок, не стежок, а амигуруми. В общем, это кольцо, которое, да, вот именно я хотела круг научиться связать. У меня все запуталось. Я полчаса сидела, распутывала. У меня появились узлы. Я, короче, психанула и выкинула это все. Да, то есть у меня пока с вязанием что-то не складывается, но попытки у меня есть. Я очень хочу научиться, поэтому надеюсь, у меня однажды получится. Но вот хотя бы вышью сюжет, в котором тоже есть вязание, такие милые овечки. Ну вот, в общем, да, такой вот прекрасный сюжет у меня скоро получится. И это будет 100% финиш февраля. Теперь давайте немножечко про планы свои расскажу на месяц. Я уже, в принципе, в продвижениях рассказала, что я планирую как минимум два финиша. Один очень будет большой, над которым я буду максимально трудиться. Второй будет уже, в принципе, в ближайшие дни. Поэтому, да, скоро вы его тоже уже увидите готовым, этот сюжет с овечками. Но помимо всего этого, я хочу начать одну работу, потому что... Ну, надо начать, иначе я просто не успею ее вышить до конца года. И мне нужно будет обязательно ее оформить. Я сейчас говорю про свой носочек от Dimensions. Набор называется Holy Night Stalking. Это будет мой носочек. В прошлом году я вышивала носок для мужа, а мой будет вот такой красивый. Я очень хочу его успеть вышить, и я боюсь, что я могу не успеть, потому что здесь восемнадцатая основа. Когда я вышивала для Саши носок, там была Аида шестнадцатого аккаунта. И как-то, знаете, шло очень так шустренько и комфортно. Но крестики тем более побольше, и площадь вышивки, да, получалась тоже больше. Поэтому с ним я справилась тогда, помню, за два месяца. И здесь же восемнадцатая основа. И я боюсь, что я могу не успеть. Поэтому я решила не сильно, знаете, откладывать это на потом когда-нибудь. И надеяться, что я буду только сидеть вышивать этот носок, и тогда точно я его успею. А я хочу его на свой день рождения начать. У меня 22 февраля день рождения, так что вот решила приурочить к дню рождения такой вот старт. Буду, в общем, вышивать, и надеюсь, я успею. Я успею его вышить и оформить, а самое главное. Так что вот такой вот у меня план на февраль есть. Еще я хотела рассказать вам, и в принципе взять как за, ну не то что правило, но за что-то такое, что будет теперь регулярно у меня в итогах месяца. Это рассказывать о каких-то событиях, которые происходили в течение этого времени. И о каких-то, может быть, интересных дизайнах, которых я недавно узнала. И хочется этим с вами поделиться, чтобы вы о них тоже узнали. Может быть, они вас тоже заинтересуют. И давайте я начну, наверное, сразу рассказывать про интересные дизайны, которые я для себя узнала. И первый из них — это набор от Dimensions, который называется Wild Moon Fairy. Я сейчас тоже вставлю здесь обязательно фотографию, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Впервые этот сюжет я увидела на канале у Оксаны... Я сейчас, боюсь, неправильно произнесу фамилию. Если вдруг неправильно, извините. Кабардина или Кабардина. Оксана, если вдруг смотрите это видео, пожалуйста, поправьте меня, чтобы я сразу узнала, как правильно ваша фамилия называется, чтобы я не допускала больше таких ошибок грубых. В общем, я обязательно оставлю ссылку на видео Оксаны. Я очень хочу, чтобы вы тоже посмотрели вблизи на этот сюжет. Он меня покорил в самое сердце. Ну, во-первых, это фея, фея Луны. И там такой прелестный котенок черненький сидит. В общем, мне очень понравился этот набор. И я вот не знаю, буду ли, конечно, его вышивать. Но мне он очень нравится. По крайней мере, сейчас. И я его пока что добавила в свой виш-лист. У меня есть такой альбомчик, где я обычно сохраняю фотографии тех сюжетов, наборов, которые мне бы хотелось в будущем когда-нибудь вышить или приобрести, и потом вышить. И вот, да, этот набор я себе туда добавила, потому что он меня очень зацепил. И в будущем, может быть, я бы его и купила. Ну, посмотрим. Но пока что мне он очень нравится. И я бы хотела с вами тоже поделиться этим набором, потому что для меня это было целое открытие, что вообще такой сюжет есть. Я так подозреваю, что это одна из новинок, возможно, у Dimensions, поэтому, наверное, я раньше его и не видела. Очень красивый, интересный. И вот, да, хотела с вами им поделиться. Еще хотела рассказать вам об одном эспе, в котором вышиваются просто прелестные чашечки. Этот эспе проходит у Евдокии Николаевой. Или в Инстаграме, я думаю, вы больше знаете ее как Куночка. Боже мой, эти чашечки, я так хочу их вышить. Они такие милые. В январе вышла такая красная в горошек беленький. Покорила просто меня с первого взгляда. А сегодня, 1 февраля, появилась уже вторая чашечка. И она такая, знаете, вся в сердечках. Я так понимаю, чтобы ассоциации были с Днем Святого Валентина. Все, я уже, я не знаю, если вдруг выйдет третья чашечка, которая тоже снова покорит меня, и я уже просто не смогу сдержаться, я, скорее всего, буду участвовать в этом эспе. Куплю участие, чтобы мне эти схемки приходили. Я их вышивала. Но просто не могу с вами этим тоже не поделиться. Великолепные дизайны. Они такие, знаете, маленькие. Их, в принципе, можно в будущем оформить во что-то прикладное. Даже, например, в такие небольшие игрушки на елку. Такими чашечками. Мне кажется, смотрелось бы очень интересно, мило. Так что тоже хотела вам об этом рассказать. И если вдруг вам тоже эти чашечки понравились, то я обязательно оставлю ссылку на аккаунт Евдокии Николаевой, чтобы вы прошли, посмотрели вообще, что за дизайн. Я, в принципе, думаю, показала тут сейчас фотографию, вообще, как эти чашечки выглядят. И, да, почитали условия. В эспе можно вступить в любой момент. Эспе платное. Вы просто оплачиваете участие. И каждый месяц вам приходит вот такой вот чашечке, который вы можете вышивать. В общем, я еле себя сдерживаю, чтобы не вступить в это эспе. И посмотрим. Посмотрим. Может быть, я и сдержусь. Но если уже прямо быть совсем не в терпёж, то я даже, возможно, нарушу свою диету так немного. И вступлю в этот эспе, потому что мне очень понравился этот дизайн. Теперь давайте расскажу о каких-то значимых событиях января, какие у меня происходили. И первое, о чём я вообще не упоминала нигде, и не знаю почему, я выиграла в двух конкурсах. Представляете? Сразу в двух конкурсах. И я прямо, честно говоря, немножечко в шоке, потому что такое происходит со мной впервые. Я вообще, в принципе, впервые выигрываю в чём-то. Это очень здорово. Первый конкурс я выиграла у Ивиты. Bluebird's Needlework. И благодаря вот моему сэмплеру, который я вышивала ещё в прошлом году, вот этот вот с птицами, с цветами, я выиграла схему у Светланы Немелицкой. И также в группе фактура. Я также смогла выбрать для себя на определённую сумму схему, которую я потом в будущем смогу вышить. Это было что-то невероятное. Мне было безумно приятно. И, конечно, интересно. Интересно так получилось. Я прям вообще не ожидала. Но было очень приятно, что меня заметили, отметили мою работу. И вот выбрали победителем. Прям вообще невероятное для меня событие. И второй мой выигрыш был тоже благодаря сэмплеру. Только второму. Помните этот зимний, который я вышивала? Я обязательно оставлю ссылку на это видео, когда я рассказывала про этот зимний сюжет от Ланы Ленской. с таким красным домиком, с оленями, которые я так живу и успела оформить. В общем, проводился конкурс среди оформленных работ. И моя работа заняла в группе на траве второе место. И сейчас я могу выбрать себе там подарок на определённую сумму. Поэтому пока ещё ничего не выбрала. Я вообще пока не знаю, что делать. Я просто в шоке. Мне было безумно приятно. Боже мой, это невероятно просто. Какое-то событие в моей жизни, что вот так вот благодаря моим работам я смогла и даже что-то выиграть. Мне очень приятно, что такие события происходят в моей жизни. Причём впервые это было незабываемо. Так что впредь тоже, думаю, буду где-то участвовать. И может быть тоже получится что-то выиграть. Я была бы очень рада. Но вот да, так что такое вот интересное событие произошло у меня в январе. Следующее большое событие для меня. Я даже снимала про это тоже отдельное видео. Это посылка из Тюмени Адаши Камьяна импродари. Это было, конечно, очень приятно. И я уже начала читать книги. Мы сейчас с мужем читаем первую часть. То есть вот так вот вместе сели, потому что Саша тоже ни разу не читал Гарри Поттера. По-моему, он рассказал только как первую книгу читал. Но это было так давно, что он уже не помнит, что там происходило. Поэтому мы с ним вместе читаем книжку. Уже первую практически до середины дошли. Но мы так медленно очень читаем. Все сладости уже до днем до нас съедены. Кто-то сомневался. Ну да, книжки читаются. Всякие там маски, скрабики я уже тоже давно использую. В общем, это было что-то потрясающее. Если вам интересно посмотреть это видео с распаковкой, то ссылку на это видео я обязательно оставлю внизу в описании. Также оно сейчас появится в верхнем правом углу. И, по-моему, это вот тут вот, если ничего не путаю. Так что вот такое тоже событие было в моей жизни. Было очень так приятно и неожиданно. В общем, это было классно. Так что, если интересно, переходите, смотрите, что там было в этой посылке. Ну и последнее, наверное, событие, которое я назову, то, что было для нас с мужем таким важным и приятным. Мы, наконец-то, выбрались из города и съездили в горы, погуляли около Альп. Это было потрясающе. Было очень снежно, красиво. И мы очень рады, что хоть куда-то вообще выбрались. Потому что последние уже, наверное, месяца 3-4 мы вот постоянно находимся в дома. Мы вообще никуда не выезжаем. Даже по городу сильно никуда не ходим. И мы настолько как-то устали, что ли. То есть мы, понятное дело, там все очень так аккуратно. В масках, дезинфектор, все мы собрали. Старались как-то, чтобы много людей вокруг не было. Ну, хотя, в принципе, много людей-то и не было. То есть мы ехали, был абсолютно пустой поезд. Что у нас, честно говоря, немножечко удивило, так как это был выходной день. Ну да, мы съездили, наконец-то, хоть куда-то. И это прям было, знаете, как, не знаю, как будто бы мы в другую страну отправились. Такие впечатления были. Это было, конечно, потрясающе. Так что очень рада, что мы съездили. Тоже было у меня, когда я снимала влог, кусочки я вставляла кадры с нашей поездки. Но я думаю, сейчас тоже я вам вставила вот эти вот маленькие ролики. Вы сейчас увидите эти кадры. Я очень рада, что мы, наконец-то, куда-то выбрались. Не думаю, что мы в ближайшее время снова куда-то отправимся, пока не отменят карантин такой прямо глобальный. Но надеюсь, уже скоро будет возможность у нас снова путешествовать хоть куда-то. И мы, наконец-то, выберемся из дома и посмотрим на все вокруг, на природу, подышим свежим воздухом. Было бы чудесно. Вот таким был у меня январь. Очень насыщенный, я считаю. Тоже было много всего. Хотя иногда так сядешь и думаешь, ну, Господи, что там происходило такого? Но действительно были события, очень много ярких таких. И мне хочется, знаете, в будущем тоже вот так вот сядиться и каждый месяц что-то такое выделять яркое, чтобы в конце года посмотреть на вот все суммарно и понять, что год действительно удался. Год был интересный, поэтому впредь я буду делиться с вами вот такими какими-то событиями. То же, что происходило. Ну и чтобы со мной, в принципе, тоже потом это смотреть и вспоминать. Так что, надеюсь, вам это видео понравилось. Буду очень рада вашим комментариям. Расскажите, каким у вас был январь, были ли у вас финиши, сколько у вас их было, что вы вышивали, что интересного происходило. А так я вам желаю отличного настроения, моли, вдохновения. И чтобы у вас все получалось. Скоро с вами снова увидимся. И буду показывать вам новые работы и все это в духе. До самой скорой встречи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok